Доброе утро, мои дорогие! В эфире программа «Завтрак у Жениной», а в гостях у меня сегодня Максим Шмурёв. Доброе утро, Максим! Доброе утро, уважаемые слушатели и зрители! — Максим у нас является вице-президентом Федерации настольного тенниса России и президентом Федерации пинг-понга, правильно? — Да. — Закончил Институт физкультуры давно-давно-давно и потом Финансовая академия при правительстве России. В общем-то, Максим всю жизнь занимается как раз настольным теннисом. — Да. — Какие у тебя награды, Максим? Расскажи, пожалуйста, сразу, чтобы я уже не перечисляла и не читала. Давай ты просто сам как-то скажешь, что за годы тенниса, это с 92-го даже ты занимаешься? — Занимаюсь вообще с 79-го. — Даже так? — Да. Поэтому за последнее время, так как я уже закончил с профессиональной карьерой теннисиста, настольного тенниса, в последнее время только и приходится рассказывать о своих бывших-бывших победах, потому что вопрос часто на интервью или что-то сразу же задается, что у тебя было, кто ты такой. Поэтому уже вопрос такой подразумевающий ответы. Итак, трёхкратный чемпион мира по пинг-понгу. Это вид настольного тенниса, который последние пять лет приобретает всё больше и больше популярность. Там играют ракетками... — Мы сейчас с тобой к этому подробно вернёмся. — Хорошо. По настольному теннису... — Давай сначала про себя, а потом уже про работу. — Ну, порядка больше 30 золотых медалей чемпионатов России. То есть сейчас до сих пор являюсь самым рекордсменом по добытым на чемпионатах России медалей в личном, в команде, в парах. Вот. В личном я завоевал пять раз, стал чемпионом России. Ну и победитель многих международных турниров, призёр и победитель многих международных открытых турниров, международных, всероссийских, всесоюзных. Вот столько всего нас убирал. — Ты играешь с восьми лет, получается, да? — Ну, где-то шесть с половиной меня родители привели в настольный теннис. — Это была какая-то секция? Как это выглядело, расскажи. — Да, мои родители вели старшего брата в секцию большого тенниса, который... знаменитое место в Москве — это «Сокольники», спортклуб «Шахтёр», где очень многие спортсмены начинали свою карьеру, приезжали, продолжали тренироваться. Там очень известная секция для большого тенниса была и зал настольного тенниса, который там с 50-х годов 20-го века, там тоже находилась мекка игроков, для игроков настольного тенниса. Вот туда привели старшего брата в большой теннис. И параллельно мне, когда был ещё такой непризывный возраст в спорт, меня поставили в зал настольного тенниса, где я простоял пару месяцев в углу. В начале, когда пришёл, тренер заметил такого, я совсем маленький был, пешком под столом пробегал, можно даже было, не сгибаясь насквозь, под столом настольного тенниса пробегал. Вот, ну, парочку месяцев мне пришлось ловить мяч для большого тенниса, отпускать его. Ну, видя такое упорство, в конце концов, тренер сжалился над упорным мальчиком и сказал, ладно, берём тебя в секцию настольного тенниса. Вот с тех пор я начал заниматься, и по большому счёту до сих пор это не оставляю свои занятия настольным теннисом, до сих пор. Знаешь, я всегда считала, что настольный теннис – это игра, не знаю, там, для турбазы, для пионерлагеря, для проведения какого-то досуга, допустим, для загородного дома поставить стол и развлечься как-то. Но я никогда не думала, что настольный теннис входит в Олимпийские игры. Для меня это было просто открытием. Три минуты назад было открытки, когда вы спросили. Лен, для большинства людей это продолжает являться и досугом, и очень приятным времяпровождением. Самое интересное, что с этим досугом у большинства населения, вообще всего мира, наверное, связаны какие-то положительные эмоции. Кто-то играл в школе, на досуге, на пляже, на отдыхе. Кто-то играл в школах, на заводах у нас раньше стояли столы. Во многих фильмах показывают, как в перерыве между работой люди чуть ли не на рабочих столах ставят книжки, как сетку, или действительно уже оборудованное место. Поэтому я не удивляюсь, что большинство людей связывают положительные эмоции с настольным теннисом, при этом даже не знают, что с 88 года это является Олимпийским видом спорта. К сожалению, для нашего вида спорта он не является, не стал таким популярным, как он был, например, в 70-е, 80-е годы, когда целые, не знаю, наверное, даже стадионы набивались, чтобы посмотреть, как играет сборная Китая или сборная Швеции, иногда приезжающая в Россию или в Советский Союз против сборной СССР, которая была тогда сборной мирового уровня. Тогда блистали такие игроки, как Руднова, Гомосков, я позволю себе напомнить такие имена, потому что они великие для многих поколений теннисистов, игроков в настольный теннис. Мой личный пример, когда один раз знакомился с девушкой, и она меня спрашивает, чем занимаешься? Я говорю, ну, вообще-то играю в теннис. Она говорит, да все мы во что-то играем, это понятно. Я говорю, так я профессионально играю. Надо было видеть удивление на её лице, потому что, она говорит, так в теннис, настольный, так ещё и деньги можно зарабатывать. И когда рассказываешь, что это посвящена вся жизнь, объездил весь мир, то действительно глаза округляются. Вызывает удивление. Да, вызывает удивление, правда, что ли, действительно, тут гоняешь, гоняешь, тут работаешь, а ты тут гоняешь и ещё за это денежки получаешь. Вот такое удовольствие получаю в течение 30-40 лет. Максим, скажи, пожалуйста, я опять же с удивлением узнала в ходе нашего короткого разговора перед эфиром, что пинг-понг и настольный теннис – это абсолютно разные вещи. Ну, не абсолютно разные, но разные. Вот расскажи, пожалуйста, в чём разница и чем они отличаются? Хороший вопрос, потому что для большинства людей, которые знакомы с настольным теннисом и с пинг-понгом, это абсолютно одинаково. Говоришь пинг-понг, подразумеваешь настольный теннис. Говоришь настольный теннис, подразумеваешь пинг-понг. Подразумеваешь пинг-понг. И действительно, так было практически всю жизнь. И вот 5 лет назад очень предприимчивый американец решил вернуть былую популярность настольному теннису, придумав простое правило. Он сказал, что все будут играть одинаковыми ракетками и уберем вращение в настольном теннисе. Это наиболее непонятное для людей, когда, например, не умеющий играть или там любитель подходит к столу настольного тенниса, и там тот человек, который потренировался, у которого есть хорошая ракетка, он подает подачу, этот потренировавшийся человек. А тот, который первый раз взял в руки ракетку, пытается отбить мячик, и вдруг у него мячик то в потолок улетает, то в правую сторону, то в левую сторону, причем не рядом со столом, а даже не долетает в том направлении, в котором он направляется. И он не понимает, что происходит. А дело в том, что у нас в использованном настольном теннисе, профессиональном настольном теннисе, очень сильные вращения. Это выглядит так, что вроде бы все просто, подал подачку, скукожился, и вдруг мячик вылетает. Если в большом теннисе показывают силу и скорость удара, там 230 км в час, кажется, ой, ну это всем понятно. Снаряд летит на вас с безумнейшей скоростью, еще непонятно куда, и когда человек со всей силы ударяет, и кажется, вон он пролетел, такое длинное расстояние, 230 км в час, это всем понятно. А когда в настольном теннисе мячик вылетает на коротком расстоянии со скоростью тоже 200 км в час, начальная скорость часто в настольном теннисе, ну это сильнейший удар и доходит до такой скорости. И вот благодаря тому, что первое, мячик меньше, но он пластиковый сейчас стал, опять революционные изменения в настольном теннисе произошли, и пока он долетает, это уже 70-80 км в час удара, на которых уже, в общем-то, реально реагировать. Но вы должны понимать, что расстояние между соперниками это 3 метра всего лишь, и вот на такой безумной скорости, начиная от 200 км в час, долетает мало того, что снарядик такой маленький, на который надо реагировать по всему столу, так еще и там сильнейшее вращение. А от чего зависит это вращение? Вращение зависит от владения мячом. Специально какая-то техника подачи, да? От владения мячом. У нас самые сильные удары даже не подача, у нас самые сильные удары, это, конечно же, топ спины, это мощнейшие удары, которые наносятся практически всем телом, к которому участвуют ноги, корпус, рука, предплечье. Я даже удивлю, наклон тела влияет, с какой силой вы запустите мячик. Поэтому самые сильные удары, это у нас не то, что ты размахнулся и сильно ударил, а у нас все самые сильные удары, это когда ты правильно подошел ногами, в нужной точке оказался, в нужный момент приложился к мячу. То есть, если ты просто ударишь по мячу, то, например, ваша ракетка, ваше положение тела впитывает удар соперника, то есть, получается, борется против энергии. Но если вы правильно подойдете к мячу и в нужный момент ударите, то даже моя дочка может такой удар нанести, что будет опасен даже сильнейшим спортсменам, который 12 лет, который этому только обучается. Поэтому здесь одно из важнейших для того, чтобы мы достигали результата, является техника, которая закладывается, например, в китайском настольном теннисе. Порядка 3-4 лет китайцы учатся только технике, практически не участвуя в соревнованиях на этом уровне. Это мы сейчас говорим о профессиональном настольном теннисе, которому я отдал всю свою жизнь, там, 35-36 лет я занимаюсь в настольном теннисе. И произошло, как я сказал, Американец один придумал, захотел популяризировать, потому что видел, что настольный теннис уже неизвестный вид спорта, хотя всем понятный, вроде бы все играют, все добиваются успехов, но при этом на любительском уровне. Не многие знают, что это олимпийский вид спорта, повторюсь уже, позволю себе повториться. Так вот, взял, упростил ракетки, взял те ракетки, которыми играли 50 лет назад, сделал одинаковые условия для всех, то есть выдал одинаковые ракетки, и вот теперь в пинг-понг уже проведено 5 чемпионатов мира. И на последнем чемпионате мира в Лондоне участвовало 43 страны, прислало участников из 43 стран. А в этом году Китай наконец-то по-настоящему взялся, если в прошлом году Китай прислал команду из 9 спортсменов, что непозволительной роскошью было, потому что они сыграли отборочный турнир, в котором участвовало 10 тысяч участников, которые прислали команду из 9 человек в Лондон, и в Лондоне участвовало в финальной части на чемпионате мира, 64 участника из 43 стран были представители. И вот Китайская сборная, ввиду того, что это настольный теннис-гигант, самые лучшие представители, им дали, ввиду того, что 10 тысяч человек участвовало, им дали большую квоту, но при этом они ничего не завоевали. И вот они взялись, увидев перспективу для популяризации их любимого национального вида спорта, который еще 5 лет назад был номером 1 в Китае. Сейчас это уже обогнал футбол, обогнали другие виды спорта. Сейчас настольный теннис является вторым или третьим по значимости в Китае. До сих пор остается. Где существует круглосуточный канал, показывающий настольный теннис, где каждый китаец знает своих противников своей страны, таких как Янова Вальнер, допустим, или Владимир Самсонов, белорус наш, известно, или Тима Боль, или Дмитрий Овчаров, немец, который обыгрывает китайцев, и в каждом городе висят портреты этих спортсменов, которые обыграли самих китайцев, мешают китайцам доминировать в настольном теннисе. Чтобы они смотрели, видели, да, и стремились к тому, чтобы их обыграть. Да, поэтому для того, чтобы популяризировать, нашли вот такой вот вид настольного тенниса, который действительно может, как считают и китайцы, и многие во всём мире считают, освежить, популяризировать популярность настольного тенниса и пинг-понга. Благодаря этому были проведены уже пять чемпионатов мира, как я уже сказал, и вот в этом году китайцы включились, у них будут проводиться отдельные чемпионаты в Китае, вот на которые меня, кстати, позвали, вчера было письмо, переписка, в котором приглашают меня и ещё одного англичанина на очень приличные деньги. Я хочу сказать, что прям очень серьёзный призовой фонд, который предлагают китайцы, которые, кстати, разыгрываются из года в год в Лондоне, и первый чемпионат проходил в Лас-Вегасе, который вот мне удалось выиграть, тогда прям присутствовали такие звёздные гонорары, что многие даже теннисисты, а, вот, которые раньше меня знали как теннисиста в настольном теннисе, мы разъезжали по всему миру, и потом сейчас меня уже узнают все те, кто давно меня знает, уже первым, что говорят, а, привет, трёхкратный чемпион мира по пинг-понгу, потому что здесь уже идёт прям подоплёка, которая интересна многим людям. Здесь вращаются уже какие-то деньги, довольно серьёзные, часто это гораздо большие деньги, чем мы играли все турниры на протяжении нашей жизни, там, несколько тысяч долларов было за первое место, а здесь прямо реально какие-то серьёзные... Ну, надо сказать, что, наверное, это довольно логично, потому что это, на мой взгляд, не затратный вид спорта, для этого нужен просто хороший стол, хорошие ракетки и мячики, да, и в общем и целом это всё стоит не так дорого, как большой теннис, к примеру. Безусловно, Лена, тем он и привлекательный настольный теннис, что на всех курортах... Он доступен. Он очень доступен, действительно, нужна комната, нужен стол, нужна сетка и две ракетки. В принципе, для этого не нужны большие территории, не нужен подготовленный корт, не нужны футбольные поля, которые там, огромные стадионы. Здесь действительно можно устроить это чуть ли не у себя на даче. Вот мы с вами сидим, можно через стол натянуть сеточку или поставить две книги и играть ракеточкой, кстати, что существует как отдельным видом спорта в настольном теннисе. Мини-пенпонг – это залицензированный вид спорта, который можно практиковать чуть ли не в кинотеатре. Поставьте маленький столик и играйте, разыграйте. А там тоже какие-то особые ракетки или это опять дело в технике? Там, знаете, дело в технике и дело в инвентаре. Можно использовать те же ракетки, как в настольном теннисе, допустим, в мини-настольном теннисе, который является просто по стандарту стола. Он в два-три раза меньше, чем стандартный стол, к которому мы привыкли. Но это тоже очень интересно. Здесь можно развивать эту тему сколько угодно, потому что даже сидя за столом в ресторане, рядом поставим стол, и сыграв мини-турнир, это действительно будет очень полезно, интересно и увлекательно. Если вы сыграете, находясь за столом, вдруг отойдя шаг в сторону, когда мы все привыкли, самое большее, что мы там смотрим телевизор, сидим, едим, смотрим футбол, как вчера, например, или слушаем выступления музыкальных коллективов. А здесь еще какое-то времяпровождение, отвлечение от стола, можно использовать это. Мы уже очень много об этом думали, и действительно это может быть интересным. Во всяком случае, это необычно и привлечет внимание. Точно. Максим, а нужна какая-то особая физическая подготовка? К сожалению, да. К сожалению, это не просто взял ракетку и пошел, обыграл чемпиона мира. К сожалению, это многолетний труд. Это один из самых сложных технических видов спорта, потому что малейшая неточность в технике приводит к постоянным проигрышам мяча раз за разом. Если у вас не хватает техники, то соперник, который тоже долго готовится, который занимается физической подготовкой на протяжении многих лет, сразу заметит изъяны, наверняка постарается им воспользоваться. Это не так просто играть в настольный теннис. Например, для того, чтобы попасть на международную арену и быть конкурентоспособным, нам требуется не меньше 8-10 лет, чтобы подготовить спортсмена. Это очень долгий затратный вид спорта в этом плане. То есть, нет таких у нас примеров, что через год человек пришел в настольный теннис, профессиональный, я хочу сказать, и вдруг через год он стал чемпионом Европы, чемпионом России даже. То есть, это довольно серьезная подготовка. Техника, тактика, медицинская поддержка, психологический настрой. То есть, здесь очень много спортсменов, допустим, входящих в сотню мира. И есть единицы, которые выигрывают чемпионаты. Поэтому здесь очень большой багаж, нужный спортсмену, чтобы достигать побед. А медицинская поддержка в данной ситуации какая? Это же вроде бы нетравмоопасный вид спорта, на мой взгляд. Совершенно нетравмоопасный. Я являюсь одним из редчайших примеров, редких примеров, который, к сожалению, пострадал от нескольких травм. У меня было три операции на колени. Одна из них за три дня до Олимпийских игр в Барселоне, на которой я прошел сложнейший отбор в нашем виде спорта. Это не просто отбор от России или от Советского Союза, как я тогда был. А это отбор мало того, что надо пройти Россию, потом надо еще выдержать совершенно сумасшедший турнир. Это европейский отбор. Причем у нас на Олимпиаде всего 64 участника со всего мира. Из них датируются континенты. И вот в настольный теннис в основном играют два-три континента. Это Азия, Европа, ну и какие-то там виды, чуть-чуть из Америки, чуть-чуть совсем из Америки, которые конкурируют в мужском виде спорта на протяжении многих лет. Так вот, всего, получается, остается человек 40, которые могут попасть со всего мира на Олимпиаду. Те, которые разыграют. Это сложнейший отбор. Одно из тяжелейших соревнований, которые я в жизни играл, это европейский отборочный. Так вот, пройдя его, я за три дня до Олимпиады попал, вот, к сожалению, на больничную койку, где провел почти что около года. Эта травма была получена во время тренировок? Да, к сожалению, да. Но при этом у нас есть профессиональные травмы. Это теннисный локоть, колени, спина, это все принадлежит. Поэтому, конечно, очень важна физическая подготовка, которая гармонично развивает спортсмены. Как мы прекрасно знаем, что физическая культура и спорт, это все-таки достаточно полярные вещи. Если физическая культура, это, конечно же, укрепляет организм, то спорт, если неправильно к нему подходить, она может изнашивать организм. Вот задача всех служб в настольном теннисе, чтобы вышел гармонично развитый человек, в том числе физически. Не изнашивал он свои суставы, связки, мышцы, а он их накачивал, доводил до совершенства, и чтобы они находились постоянно в хорошем состоянии. Вот это задача врачей, медицины, тренеров и самих спортсменов, в первую очередь, конечно же. Максим, а есть игроки, которые играют левой рукой, а не правой? Безусловно. И эти спортсмены являются очень неприятными, потому что, конечно же, как вы понимаете, основная масса спортсменов играет правой рукой. И вот определенный плюс для леворуких всегда в том, что они как раз и тренируются, и в большей части они подготовлены к игре с правшами, а вот правши с левшами не так часто встречаются. Поэтому очень много очень хороших игроков играют левыми руками у нас, и они достаточно неприятные. У них своя специфика игры с ними, тактический рисунок надо разрабатывать, смотреть, как они принимают подачи, как они наносят удары, какой у них специфический удар. И, как я уже повторил, своя специфика в игре с левшой. Вы смотрите видео, да, или тренируетесь человеком, который играет левой рукой? И то, и другое. Конечно же, на высочайшем уровне это проходит уже многоступенчатая подготовка к игре. Причем в течение больших длинных чемпионатов вы встречаетесь со множеством соперников. Поэтому предвидеть, с кем мы будем играть... Это лотерея, да. Часто это не только лотерея, но можно предвидеть. Например, есть турнирная сетка, по которой вы можете посмотреть за несколько дней, с кем вы будете встречаться. Есть какие-то соревнования, которых мы определенно знаем. Мы будем играть вот там-то, там-то. Например, в командных встречах мы более-менее можем предположить, с кем мы будем встречаться. Есть разные турниры. Поэтому, если есть специфика, если есть конкретный игрок, с кем мы будем играть, конечно же, мы смотрим видеоразборы, мы смотрим свои записи, мы вспоминаем, как этот человек играет. Смотрим по телевидению или по видеозаписям, как этот человек раньше играл. Смотрим его болевые точки, смотрим, какие его сильные стороны. И вот с этим всем мы пытаемся справиться. Для этого мы берем, конечно же, и тренерские подсказки. Своих соперников смотрим, вот как вы правильно сказали. Может быть, найдем левшу, который более-менее имитирует игру. Ну, например, Китай, который как раз и славен всем тем, про что мы сейчас говорим. Почему сборная Китая является настолько доминантной в настольном теннисе? Потому что они всесторонне развивают игроков. То есть, все игроки китайской сборной – это практически роботы, машины, которые без изъянов. У них тактическая, техническая оснащенность, у них медицинское оборудование, у них тренеры, у них физическое совершенство. И вот, в принципе, вот каждый китаец, который выходит на арену, которых выпускает сборная Китая для игры за сборную Китая, это практически универсальный солдат, которому нету изъянов. И есть маленькие изъянчики, где можно использовать. Например, у него, может быть, не очень сильная подача или там топ-спин не такой мощи, как… Но, в принципе, это совершенные машины. Почему китайцев практически невозможно пройти? Потому что этих совершенных солдатов, которых можно обыграть одного-двух, как происходит, например, Дмитрий Овчаров обыграет, Вову Самсонов, Тима Боли. И многие-многие спортсмены выиграют одного китайца, и это уже счастье, потому что одного универсального солдата можно пройти. А когда проходят длинные соревнования, где этих китайцев 5-6 участвуют, например, чемпионат мира, и за последние годы практически не проигрывают чемпионаты мира китайцы. Они практически собирают все медали и в мужском, и в женском разряде. И поэтому весь мир борется против Китая. Поэтому я, как уже сказал, вот эту всю сборную обыграть там, одного обыграл, это уже сенсация. Но когда там два подряд обыграл, это уже гении, герои, такие, как, я говорю, там несколько спортсменов, такие, которые сыграли, выиграли чемпионаты мира. Но это уже вот последний выигранный чемпионат мира не китайцам. Это был 2003 год, когда Вернов Шлягер, вот очень известный австриец, с которым я сейчас сотрудничаю, является моим другом, который приглашает меня поучаствовать в его академии настольного тенниса. Он приглашает меня как тренера туда, вот Академия Шлягера, известнейшее место на планете, куда вот съезжаются игроки со всего мира. Вот Вернер Шлягер смог обыграть нескольких китайцев за турнир и стать чемпионом мира. Но это вот таких людей на планете несколько человек всего осталось. Удивительно. Это обусловлено именно тем, что они постоянно и активно тренируются. Какая у нас шутка была. Значит, китаец тренируется с 6 утра и до 30 лет. Вот приблизительно такое соотношение. То есть, это целостная система государственного значения, где государство сделало всё для того, чтобы вид спорта стал национальным. Так как у нас раньше балет был, как у нас космонавтика, вот чем гордился Советский Совет. Так вот, Китай гордится настольным теннисом последние 50 лет. Они практически последние 50 лет либо лидеры мирового настольного тенниса, либо одни из лидеров. И вот последние 10-15 лет они абсолютно доминируют. Если кто-то их обыгрывает, то весь мир празднует эту победу как свою собственную, что кто-то обыграл китайцев. И вот Китае это поставлено на поток. Мало того, что миллиарды китайцев играют в настольный теннис. Даже случались какие-то смешные случаи, когда в какой-нибудь Голландии приезжал китаец работать, скажем, домработником. Случайно заходил в зал настольного тенниса и обыгрывал сборную Голландии. И потом их национализировали, они становились игроками сборной. И вот сейчас, например, в половине европейских стран китайцы, даже, скажем, 56-летний китаец Хижи Вень до сих пор входит в сотню мер. 56-летний китаец, который 20 лет назад переехал в Китай, которому было тогда 30 с чем-то лет. Вот сейчас он до сих пор играет и входит в сотку мира, чтобы вы понимали уровень квалификации китайских спортсменов. И вот сейчас большинство европейских стран к своим услугам используют китайцев, китаянок, которые повышают престиж вида спорта в этой стране. То есть, они приносят медали. И при этом на них растут свои спорты. Могут завоевывать медали в командном пельминсе. Благодаря тренировке с китайцами они повышают свой уровень. Ну и сам престиж, приносящий, скажем, медали Хорватии или там Германии повышает вид спорта. При этом были люди принимать вид спорта. Есть какие-то организации, которые непосредственно занимаются обучением детей? Да. Очень сложная сейчас ситуация. Значит, с 2006 года в настольный теннис пришел Игорь Евгеньевич Левитин, который был и президентом Федерации настольного тенниса. Сейчас он является председателем попечительского совета настольного тенниса. Очень большие усилия приложены к, скажем так, к процветанию настольного тенниса. Это были проведены несколько важнейших соревнований, такие как чемпионат мира, чемпионат Европы, кубок мира, юношеские чемпионаты Европы. Это все было проведено в России. Такого даже в Советском Союзе не было. Сложная ситуация для подрастающего поколения. К сожалению, советская система, которая была не лучшей в мире, но была одной из тех, о ком говорили всегда. Была, скажем так, советская школа настольного тенниса. Она была системная. Она была системная, со всеми этапами подготовки, в которой была и популяризация настольного тенниса, худо-бедно, но она была. Даже прям проводились какие-то общедоступные турниры, проводились большие массовые мероприятия, такие как народные игры. Были спортшколы, такие как школы Олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы, которые по всей стране давали спортсменов уже в юношескую сборную и во взрослую сборную. То есть, в принципе, все регионы были освоены вот этим видом подготовки юных спортсменов и в конце концов сформировалось из большого количества самородков Барнаул, Нижний Тагил. Ну, со всего, со всей страны собирались кадры, которые были очень интересными, из которых можно было бы выбрать материал и довести. Проблема была в том, что дальше уже на самый высокий уровень, на суперзвезд, на чемпионов мира, чемпионов Европы не хватало силу ряда причин. Например, в том, что не так часто мы выезжали и варились в соку среди всех общемировых звезд. Но средний уровень, скажем, сотка мира была очень плотная и очень много спортсменов из больших городов и из малых, они варились в собственном соку, при этом достигали очень хорошего уровня. Вот, к сожалению, сейчас вот этого нету. Сейчас нету детско-юношеских спортивных школ. Сейчас потихонечку система Советского Союза полностью сломана. То есть детско-юношеских спортивных школ такого количества, как раньше, далеко нету. К сожалению, большому закрыто очень много залов, школ во многих городах. И именно популяризация, именно количество спортсменов нацеленных на профессионализм сократилась. При этом есть свежая такая тенденция, не связанная с популяризацией, но связанная с интересом к виду спорта. Он более доступный, как мы уже обсуждали. Стол можно где угодно поставить, можно пойти в какие-то залы, где можно поиграть. Есть определенный всплеск, именно как настольному теннису и пинг-понгу. Вот где-то приблизительно что-то среднее, любительское. Есть много людей, которые приходят теперь в залы настольного тенниса. Несколько залов, кстати, в Москве создалось. Там много, благодаря энтузиазму отдельных людей, несколько залов открыто. Вот, еще раз повторюсь, сломана система Советского Союза, где воспитывались юноши, подростковый теннис был поддержан. Но при этом перешла на западный образец, на западную систему клубов. И опять же, клубов не так много. База, которая выискивает юное подрастающее поколение, тоже пока еще не налажена. Вот сейчас вот сложная такая ситуация, но я очень надеюсь, что будут сделаны в ближайшее время какие-то дальнейшие шаги по улучшению. Ну, а кто этим занимается? Это чья задача? Задача Федерации настольного тенниса России. Ну, вот я был в течение двух-трех лет вице-президентом Федерации настольного тенниса. Ну, где-то полгода назад я уже закончил эту функцию. Сейчас я сконцентрировался на пинг-понге, которая все-таки для меня окажется тоже популяризацией тоже любимого вида спорта настольного тенниса. То есть, я их... Их хоть и разделяют, но в принципе это служит одному делу. Делу популяризации вот этого нашего настольного тенниса. Любимого, хорошего, доступного, понятного. Который, в общем-то, очень нужен и для здоровья, и для молодых, и для взрослых. Потому что все-таки настольный теннис врачами часто прописывается детям, взрослым, старым людям, как средство, при помощи которого в игре можно даже улучшить здоровье. Наверное, настольный теннис – одно из общеизвестных вещей, что, например, для зрения – это одна из самых полезных нагрузок. То есть, мячик, когда летит к вам, вы концентрируете своё зрение на далёком мяче, на близком мяче, смотрите, напрягаетесь. И самое простое прописываем офтальмологами задание. То есть, позанимавшись месяц теннисом, можно улучшить зрение, по сути. Я думаю, что глобально можно вот так сказать, что это, во всяком случае, очень полезно для зрения. Помните, как самое простейшее упражнение для... Вдаль-вблизь. Вдаль-вблизь, вот когда рисуют точку на окне, и концентрируешься на ней, и потом через неё смотришь в голову. Вот то же самое приблизительно автоматически уже приходит в процессе занятия настольным теннисом. У нас не так много людей, спортсменов, которые носят очки практически. Это показатель того, насколько это интересно, полезно, само собой происходит. Согласна, да. Действительно, очень интересно. То есть, у нас, получается, нет базы, которая позволяла бы воспитывать молодых игроков, да? Вот это вот юношеское поколение, детско-юношеские какие-то залы. Елена, я бы так не сказал. Я хочу сказать, что хотелось бы, чтобы это было ещё лучше. Ещё лучше. Потому что потеряна, по большому счёту, вся база Советского Союза. Она была огромной и очень интересной. И очень много интересных специалистов работало в настольном теннисе. Вот сейчас эта база, ну, вот доходит до... Прям был какой-то момент, что не могли найти тренера, скажем, какой-то клуб, который обладает финансами. Нету просто вот физически не было тренеров, которых можно было найти. Может быть, тогда действительно оттолкнуться от опыта Советского Союза, да? И, например, там поставить столы в школах, в лагерях, может быть, даже в больницах. Лена, вы правильные вещи говорите. И действительно, на протяжении вот нескольких лет мы пытаемся это сделать. Для того, чтобы протолкнуть настольный теннис, это надо очень серьёзная поддержка даже на государственном уровне. Вот о чём мы очень сильно надеялись, когда пришёл Игорь Евгеньевич Левитин, и он очень много сделал, и ещё больше хотелось бы, чтобы он сделал. Действительно, для того, чтобы в школьных занятиях появился настольный теннис, допустим, как предмет... Ну, даже не как предмет, может быть, как секция, как факультатив какой-то от школы, да? Нужны всё-таки достаточно серьёзные проталкивания, потому что существует бадминтон, существует... Но в бадминтон в спортивном зале не поиграешь. Если мы берём школьный спортивный зал и берём факультативные занятия после школы, когда... Вот в моём детстве всегда было что-то, когда ты уходишь из школы, потом возвращаешься и играешь. У нас был баскетбол, у нас был волейбол, ну и, наверное, всё. Больше у нас ничего не было в школе. Вы так здорово смотрите. У нас есть положительный опыт. В Екатеринбурге очень интересный человек, Александр Иванович Захаров, сделал такую вещь великолепную, что он в школах нескольких регионов провёл уроком настольный теннис. Он смог это провести и было в некоторых школах Екатеринбурга введён настольный теннис, как вот средство, как урок физической культуры. И это было здорово. Это было здорово. Я понимаю, что это здорово, я просто не понимаю, как это технически можно выполнить. А вот технически это очень сложно. Когда 30 человек в классе, то кто-то будет стоять смотреть, кто-то будет играть. Либо это нужно распределять там по 2-3 минуты на пару. Можно обсуждать это всё. Есть определённые возможности сделать так, чтобы это было интересно. Тем более есть залы, в которых стоят несколько столов. Есть уже наработки, большие, серьёзные наработки, как работать с группой спортсменов. Например, любая группа, занимающаяся в детской и юношеской спортивной школе, она от 10 человек до 40 доходила, где тренеры и высшей квалификации, и средней квалификации могли и знали, что делать с группой спортсменов. То есть, они занимались разными видами нагрузки, физической, специальной физической, игрой на столах, жонглированием мячей. И это всё служило для популяризации настольного тенниса и повышения уровня наших спортсменов. Во всяком случае, это очень нестандартно получается. Нестандартный подход раз, да. Потом развивается и моторика, и действительно зрение реагирует на это, на всё. И какие-то дыхательные функции организма тоже задействованы во всей этой игре. То есть, в общем и целом, это полезно. Лен, я хочу сказать, что, конечно, самое главное для того, чтобы настольный теннис развивался, это популяризация, та основа, на которой выйдут большое количество людей, которые заинтересуются настольным теннисом. А потом из них уже вырастут звёздочки. Вот я очень надеюсь, что моя дочка, приобщившаяся к настольному теннису, вот она будет той звёздочкой, которая заинтересовалась настольным теннисом, которая будет посещать регулярно занятия, секции настольного тенниса. Благо, дело, есть у нас в Сокольниках очень известная школа, до сих пор работает в Крывацких холмах. У нас есть очень хороший центр настольного тенниса. Например, благодаря Газпрому создан восхитительный центр в городе Оренбург. Есть очень хороший центр у нас в Екатеринбурге, Пышма. Есть у нас в Казани центр, есть в Нижнем Новгороде очень хорошая школа. В Москве одна из сильнейших школ на протяжении всех лет и в Советском Союзе была. Вот моя дочка увлеклась, очень хочется, чтобы была перспектива, очень хочется, чтобы это была поддержка такая, чтобы ей было и интересно заниматься, и чтобы она достигла таких вершин, чтобы мы потом уже ходили, смотрели по телевизору, видели, что есть перспективные игроки, и можно заниматься настольным теннисом, потому что там интересно, там есть в том числе и деньги, финансы, чтобы люди заинтересовались этим видом спорта. Максим, у нас уже осталось не так много времени до конца программы, и я хотела бы, чтобы наши зрители получили практические советы по выбору, например, там ракетки, мяча для начинающих игроков. Сейчас очень много инвентаря продаётся в разных магазинах. Есть специализированные магазины настольного тенниса, их можно по интернету забить и найти совершенно спокойно. Самое главное, чтобы люди просто захотели поиграть в настольный теннис, в пинг-понг, это без разницы, просто приходили, смотрели, есть потрясающий зал на открытом воздухе, даже не зал, а место, где ходят в нескучном саду, 40 столов в восхитительных условиях. Главное, чтобы люди захотели, понравилось, а дальше уже как развиваться, они найдут. В интернете много информации, я посоветую просто купить ракетку, просто прийти поиграть, получить удовольствие. Это масса свежих, красивых эмоций, где вы мало того, что получите интересную нагрузку, вы переключитесь от проблем. В тот момент, когда вы занимаетесь, вы просто забываете многие какие-то те сложные вещи, которые вас давят уже на протяжении многих лет, может быть. Момент игры вы забываете, включаетесь, найдёте себе всегда по силам соперника, который вас увлечёт, может быть, вам кто-то подскажет. И просто ходите, занимайтесь, посмотрите, насколько это интересно, приведите своих детей. Вот, например, моя дочка, она много лет не хотела заниматься, она видела пример папы и казалось, что, ну, так сложно, он всегда в разъездах, и там я его не вижу. А потом, худо-бедно, сходила 2-3 раза на тренировку, съездила в лагерь, сама увлеклась, и теперь день и ночь готова играть на стольный теннис. Приезжает в 10 часов вечера, едем домой, она говорит, нет, едем в зал настольного тенниса. Это потрясающе, просто встаёт, бегает на зарядку, уже сама без моих норовоучений, она сама хочет. Вот это здорово. Это прекрасно. Я хочу пожелать дочери, чтобы она обыграла китайцев, потому что это, наверное, самое такое будет сложное и самое успешное. А хочу пожелать, Максим, чтобы были ещё победы, чтобы то дело, которое является делом жизни, действительно стало популярным, действительно было востребованным, и ситуация, которая есть на сегодняшний день, она улучшилась, и у нас были хорошие школы, чтобы мы тоже все обыгрывали китайцев. Я очень рада, что вы сегодня пришли, вдвоём и рассказали, и я действительно узнала очень много интересного, о котором я даже не задумывалась. Казалось бы, такие простые вещи, которые ты видишь ежедневно, и они не оставляют впечатления о том, что это сложно, или профессионально, или это может быть делом всей жизни, и когда ты об этом узнаёшь, узнаешь у человека, который действительно этим всю жизнь занимается, это открывает как-то мир по-другому, заставляет на него смотреть иначе. То есть появляются какие-то новые грани, и появляется желание делать что-то ещё. Я хочу, чтобы это желание появилось не только у меня, но и у всех, кто нас сегодня видел. Спасибо вам огромное, что были с нами. Напоминаю, что в эфире был Максим Шмарёв, трёхкратный чемпион мира по пинг-понгу. Я Елена Женина. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго.